всем привет высаживаю рассаду в открытый грунт подготовила лунки вот такая у меня канавка углубление такое и там еще пробила такие луночки и добавила золу и рыбную муку здесь я буду высаживать низкорослые томаты в этом ряду а вот здесь у нас запор соседка с той стороны высадила я и давала рассаду а с этой стороны буду я высаживать и будем к забору подвязывать потому что приспособлений особых у нас нет сейчас буду заполнять эти у нас что-то бухает гепает и жужа от меня не отходит боится очень сильно сейчас буду заливать водой вот эти все луночки вода впитается и потом буду высаживать рассаду это у меня пенкель такой призом тема это такая кризон тема скоро она зацветет уже я уже всем дарила у меня осталось только два куста и вот между розами у меня здесь такое достаточно широкое расстояние я тоже здесь сажу томаты в этом году уже подготовила все и сейчас надо только залить воду пусть питается и буду садить сейчас уже около шести вечера подходящее время для посадки рассады рано садить днем не надо розочки все проверила тли нет на розах так что пока вот это мое опрыскивание если кому интересно посмотрите ваковую смесь делала опрыскивала и вот ну прям покажу какие чистенькие розы даже на двух розах было очень много тли и они сейчас тоже стоят у меня чистые вот на этой было много тли даже беленькая осталась это тля которая погибла и она вот так выглядела в общем розы все чистые все чистые я сегодня ходила проверяла но проверять надо очень часто потому что их вот сейчас нет а завтра утром для может быть может уже и быть на вот таких бутонах и потом они все скукожатся скорчатся и не будет красивых цветов сейчас заполняю лунки водой зацвел пион смотрите как жужа боится ну просто не отходит невозможно отогнать что там тебя встревожила жужа воды наливала много налила вот полную лунку луночки глубокие достаточно вода впиталась и основа наливала полную чтобы воды было достаточно и чтобы хочу попробовать вот такой метод я ни разу не пробовала я не выдерживала 14 дней не знаю но какую-то грядку все-таки я выдержу вот говорят если много налить воды внизу и посадить рассаду и сверху снова хорошо залить водой то 14 дней надо не поливать и тогда томат будет корень свой устремлять вниз они наращивать сверху если наращивает сверху то надо поливать потом без конца а если корень устремлится вниз за водой тогда не надо так часто поливать так и называют метод томаты без полива но я пока не испытаю я не знаю как это за одну полила вон хризантемки те что я рассаживала и гортензии полила ну в общем полила все походу а а теперь буду в эти лунки высаживать рассаду томатиков вчера садила помидоры до темна так что видео продолжение видео уже сегодня на следующий день мне их осталось замульчировать вчера было уже темно я этого не смогла сделать надо было хорошо заливать еще после того как в лунки наливала и после того как посадить тоже их надо очень хорошо залить я дважды наполняла вот эту канаву так что 10-14 дней теперь я не буду поливать но надо обязательно замульчировать зацвел пион такой красивый это у меня еще один ряд томатиков в розах там ряд и между розами и здесь рядом с кризантемами это высокорослые тут под забором ряд высокорослых томатов чтобы было куда подвязывать сейчас буду мульчировать все закончила я с помидорами все замульчировала здесь под забором тоже все прикрыла так один пропустила сейчас закрою и теперь забуду за свои помидоры на 10-14 дней не знаю как 14-10 думаю выдержу чтобы не поливать это другая грядка здесь по-моему они все здесь высокорослые не знаю ну чем-то буду подпирать подвязывать потому что здесь нет у меня опор что-то придумаем и надо еще наверное вдоль этого забора тоже посадить но это уже будет после праздников сегодня тоже надо отдыхать хотя бы до 3 часов страстная пятница это не праздник это день траурный ой и так нагрешили в своей жизни уже на пенсии хотя бы можно немножко придерживаться читала слушала нельзя стирать нельзя в земле копаться нельзя мясо резать так что нужно можно воздержаться заодно отдохнуть дай бог только чтобы далее отдохнуть чтобы было чистое небо чтобы не было взрывов кто бы мог подумать доживем до такого всем добра и мира а а а а Продолжение следует...